добрый день дорогие друзья прекрасный осенний день теплый для октября вообще он теплый не знаю градусов 16 наверное солнышко с утра был туман хотел прогуляться по советской поднимать музыкантов но там идет революция но пока мирно поэтому решил не ходить там не усугублять а погулять по тихим улочкам улица буденного смотрите какая красота старенькие дома построенные в межвоенный период но другие наверно после войны уже но красиво скверик на площади свободы называется площадь свободы вот ну деревья же видите некоторые облетела листья других еще есть но есть а я гуляю вот побуденного улице просто прогуливаясь и болтаю с вами люблю такие разговоры не о чем когда сидишь за столом и просто трепляешься друзьями это доставляет всем удовольствие смеешься и так далее так что я вас с вами как с моими друзьями иду и разговариваю правда разговор пока только с моей стороны это монолог но неважно все равно я считаю что я с вами разговариваю получает этого удовольствие видите старое здание вот еще одно из старых зданий наших вот они показали как это было раньше буду что-то там возможно переделывать вот и так вот это здание наши восстанавливается посмотрите какое красивое старое здание еще вот тогда делали дома как-то нестандартный скажем так высокие потолки стрельчатые окна это улица советских пограничников классно вот там пошла улица советских пограничников видите вот зелень много деревьев уютные улочки про можно просто гулять по городу разговаривая о том а все тем более погода располагают и надо успевать капнуть солнечного витамина чтобы не было потом хандры и депрессии но меня обычно депрессия у людей осенью или зимой у меня она где-то проявляется как июню потом она проходит видите вот так вот здание перестраивает но еще не полностью но перестраивает что-то открываются это радость что город развивается дома перестают пустовать те которые стояли может быть 10-20 лет и кто-то выкупает или берет в аренду проводят реконструкцию и дома приобретают новую жизнь сохраняя теоретическую облик города тем не менее они продают ему новый шарм уже другого города который отличается от того что был раньше вот я заметил что старшее поколение мне не даст соврать во времена ссср какие-то были стандартизированные здания универсальные похожие одно на одно микрорайоны похожие помните как ирония судьбы ли с легким паром улица строителей 7 вот такие были похожи улицы а сейчас при капитализме каждый старается но создать свое нестандартное это очень приятно это радует это интересно это как бы создает новой краски для города я иду мимо музея видите областной кривический музей краезнавший музей вот на такое здание красивое отреставрированное видите шикарная лепнина ну который сейчас ну сейчас правда тоже делают но не так часто раньше вот это так красиво делалось видите ступени такие шикарные старая какая-то маркира крепостная не знаю из какой это крепости с нашей или нет но скорее всего с нашей это еще видно из первой постройки крепости наверное середина 19 века скорее всего то маркира вот такая тяжеленная чугунная отливалась и стреляла ядрами вот такая была пушка но вообще калибр тут не настолько большой потому что стали не использовалась наверно я понимаю и поэтому надо было делать стенки толстыми чтобы ее не разорвало при выстрелах и как можно больше выстрелов она выдержала но вот такая вот пушечка вот еще одна вот еще уголок нашего бреста это опять же улица карла маркса по которой мы уже с вами гуляли ну здесь мы не были но поверьте мне она красивая на во всем протяжении вот там дальше желтый первый этаж это по моему был еврейский банк до революции вообще в бресте было много евреев всегда говорил он был такой местечко еврейское очень много это не потому что евреи любили селиться в городе а просто потому что изначально когда они появились на территории великого княрства литовского ну считалось что главная ценность при федеризме это земля поэтому для того чтобы они земли не покупали не захватывали и запрещали селиться в деревнях разрешали селиться только в городах и были четко выяснены какие виды деятельности они имеют право производить сколько иметь одежды сколько там покупать продуктов то очень жестко было если честно говорить хотя мы говорим о толерантности белорусов и так далее но государство жестко регулировала взаимоотношения пришельцев которым приносит относились евреи и коренного населения хотя потом перемешались для меня например нет разницы русский белорус украинец евреи японец какая разница был бы человек хороший но такая вот красота вот такие потрясающие уголки бреста видите вот когда восстанавливают здание реставрируют они часто оставляют находят вот эти надписи довоенные когда брест входил состав польши западная беларусь и вот там видно пиво вода садово лимонада склеп но спец поживче то есть продовольственный магазин вот ребята меня приветствует приятно что я узнаваю в бресте тоже гуляет по городах мальчик с девочкой наш политехнический колледж когда-то он был строительным сейчас по моему политехнический пост называются потому что много специальности не одна там строительная специальность а много поэтому он вот так вот как-то называется несколько по-другому тоже уютное здание вот здесь очень качественная подготовка как правило напротив домика тоже он новодел но ребят смотрите красиво сделано по старину тут какое-то стоял такое старое здание помню обшарпан и по-моему даже они его не сносили а просто его отремонтировали капитально добавили вот такого шарма весь балкончики красивые и шикарно вот дворик пожалуйста ребят просто брестский дворик но насколько он интерес это я не знаю почему то мне камера после каждых десяти минут отключается раньше такого не было это после очередной обновления программного обеспечения стали что стала такая функция нюансы есть это я повторяю вот политехнический колледж это вход в него это улица буденна у нас продолжается старое здание видите какое два этажа и вот квартира под крышей еще вот так интересно было раньше сделано я уже показывал этот дворик но еще хочется показать вот люди здесь купили квартиры сделали их кто-то частник какой-то и вот такой шикарный уголок сделали во дворе на это сделали калитку чтобы не портили ничего обнести маленьким таким уже на заборчиком но хотя обрещание не наносит ущерба чужому имуществу как-то уважают бресте и вот так красиво он выглядит это новодел дорогие были квартиры не знаю но раскупили вроде бы цветочки на балконах на некоторых есть значит раскупили он занавеси на окнах а лет и здесь тоже стоял домик но его снесли ну и вот театр кукол на другой стороны сделали стоянку ну не знаю правильно интернет место надо было освободить конечно но не уверен вот это уголок тоже относятся к театру кукол снаружи вы показывали с парадной стороны теперь показываю вам другой стороны как он выглядит ну красиво отреставрировали отсюда но там архитектурное решение которое вам показывал мне как бы не очень понравились не знаю мне не понравились другим может быть да это новострой но красивый новострой красивый под мне нравится ребят как хотите вот такие дома яркие с высокими потолками с красивыми балконами мне нравится это брест я люблю свой город люблю за его уют за его красоту за неповторимость наверное я не знаю хоть конечно ну немножко меняется это само собой но тем не менее я люблю свой брест ну вот настроил камеру продолжаем съемку я считаю что осень надо показывать в парках и скверах там где яркие краски где желтая и оранжевая какая угодно листва зеленая багряная это красиво это всегда шикарная картинка которая привлекает зрителя вот такую картинку я хочу с вами сделать вот посмотрите вам панораму покажу это спира иконникова бресте вот и первой поликлиники видите как красиво это между улицей ленина и улице коммунистической такая вот красота здесь просто прелесть красиво приятно уютно тихо хотя рядом шумная улица одна из центральных но тем не менее видите как красиво здесь все сделано конечно все засыпано листвой как бы ни старались дворники убирать убрать все это быстро невозможно потому что очень быстро осыпается осень ну вот видите они проходят сегодня воскресенье поэтому она наверно не работает потом все это будет убрано все будет чистенько но пока вот осень чтобы она чувствовалась на тротуарах должны лежать листья тогда она будет чувствоваться в центре сквера здесь памятник такой стилизованный защитником бреста ну эта история нашего города и надо показывать ей надо гордиться героев надо равняться как бы мы там не говорили вот такая вот красота в виде знамени красные звезды это сейчас мы стадимся не мы а есть люди которые стадятся красных звезд но под ними мы победили фашистов ну вот там стадион уже что-то не такой здесь написано иконников генерал-мэртас вот поиск он погиб пал смертью храбрых великой честную войну вот поэтому теперь назван его честь вот танка шлем перчатки танковые видите улица коммунистическая здесь район администрации наверное по моему да и вот такой уголок шикарно видите вот тоже очень много зелени красиво смотрится я сейчас покажу еще у вас веры конникова видите вот это он вот этот сквер иконникова другой стороны вид с улицы коммунистической потрясающе по красоте скверик вот ухожен красивый ведь как ярко смотрится все на солнце переливается горит золотом огнем красота идем дальше пройдемся по улице коммунистической там слева поликлиника потом областное управление внутри них дел там наверное нельзя снимать не наверное точно это здание снимать нельзя поэтому мы не будем там ничего нарушать а просто пройдемся вот мимо смотрите какая красота какая осенняя красота ну так вот красиво у нас осенью я иду про вышел прогуляться не хотел снимать был просто пройдусь прогулять по душу по душу воздухом порадуешь весне осенью веснилой ну скоро весна как только там той зимы вот и вот так шо потом решил рассказать вам показать прогулочку вот тоже смотрите здесь брест энерго белократовым банк центральные тоже реставрируются здания старинные немножко обновляются получается вот такая красота поэтому и так делается во всех городах не только в бресте это такое тут садик вот видите красивый тоже много зелени много места для детишек где можно поиграть хорошо ухожен там листья видишь под видеть подгибают это в скверике иконникова нету здесь свои у них дворники наверное которые поддерживают надлежащие видео ой какое красивое дерево смотрите просто 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 супер правда сейчас мы идем проспекту машерова ну вы помните что это была улица советская потом ее переименовали проспекту машерова ну не знаю опять буду говорить что не знаю правильно неправильно что одна и та же улица носит два названия дальше она идет вот идет прекрасная пара брестская молодые ребята улыбается не здравствуйте видите какие открытые обещания красивые вот еще уголок бреста я знаю что в редкость сюда заходите но можно прогуляться смотрите какая красивая береза просто супер супер просто красота вот так вот красиво она выглядит я даже не знаю название некоторых зданий просто но как бы не касалась вот одна из аллеек смотрите ребят тоже супер это по-моему вера захарована хорошая улица или мы прошли я точно не помню но не столь важно главное что красиво интересно много зелени много цветов много насаждений ну такой вот город парк я думаю не один брест такой такой городов много но мне нравится свой брест мы идем по коммунистической видимо с проспектом ашерова спускается чуть ниже идет от речки такой съезд но этот успех на сфера вот здесь были когда-то какие-то гаражи что-то еще такое в общем такое все было серое грязное по развалившиеся обшарпанная вот нашелся инвестор который всю эту грязь я даже удивился как они вот этот уголок всю эту грязь могли убрать но вы знаете убрали убрали построили вот такой торговый комплекс который ну нормально вписался не сделали его под старину то есть как бы ну в стиле бреста и честь и хвала вот таким предпринимателям которые делают вот такие вещи вот видите как ну с другой стороны здесь область от управления я еще помню его таким тоже серым неопрятным некрасивым а сейчас вот его ну уже давно скажу так сделали красивенько подремонтировали точнее обновили и получилось красивое здание у нас впереди там через улицу если вы помните это городской сад первоначально он назывался казенный сад вот такая красота там это через машину это памятник стражам граница дом брест пограничный город поэтому не удивительно что тут так цветники ведь и разбиты где-то зелень сидела котельная снимаю прогулку по бресту правильно после не смотрят и задаю своим городом вот это дионис то что я говорил мод мы подошли вот он снят вот такой вот супермаркет видите красиво тут и стояночки все правда здесь по этой стороне были было деревьев много до крепости но я не знаю снесли них света больше устало деревьев то вроде бы не хватает хотя уже привыкли это я опять снимаю воду супермаркета дионис показываем перспективу улицы проспекта машерова и здесь же городской сад видите вот городской сад который уже немножко обустроен немножко хорошо когда деревца поднимутся будет вообще шикарно он обновляется это классно приятно городская тэц это у нас дворец правосудия но опять же говорю тут были какие-то гаражи какие-то склады и какие-то свалки еще что-то вот это все было снесено и дай бог здоровье вот тем людям которые решились это сделать и которые обустроили город понимаете это приятно просто была стена такая шла обшарпанная серая непонятно из какого кирпича и шарма города это не дабы не добавляла какие-то дома оставили которые еще нормально сохранились но в основном снесли то что нельзя было реставрировать вот эти гаражи все их просто снесли и они сто лет не нужны были вот смотрите я показываю опять же котельная принципе нельзя снимать в этом и не будем пройдем все мимо дворца правосудия и повернем направо возле торгово-развлекательный там торгово-развлекательного а возле бизнес-центра цельсии по-моему там какой-то россиянин строил его я не знаю там месте ареста клубы ресторан-клуб я там право записывал концерт вала интересно такое здание ребята мне там тоже вызывали я хотел сделать рекламу но что-то они не захотели потом ну и ладно хотя я делаю это бесплатно я не беру деньги за рекламу если кому-то снимали я просто снимаю рассказываю о каком-то заведении какой-то организации какого-то торговой точке просто прихожу и говорю ребят хотите я ну про вас ролик вот буду снимать прогулки по бресту и сниму о вас ролик кто-то рад что про него снимаешь о нем точнее кто-то не очень вот дом правосудия это вот такие помпезные здания сейчас это отличительная черта капитализма при капитализме только тратят громадные деньги на такие дома правосудия при социализме суды занимали маленькие здания и таких домов борцов или домов не строили но сейчас считаю что надо строить вроде бы красивое здание на особенного позитива не вызывает как вы понимаете суде суд возможности каждый старается избежать сюда попасть туда хотя бы даже истцом поэтому здание нормально красивая но просто констатирую что она есть а вот это вот я показываю вот это здание цельсий она вечером переливается разноцветными огнями бегущими и так далее очень красиво видите и стекла и бетона она сделана такой куб красиво здесь он тоже был помнится было какой-то пив бар еще что-то такое ну потом тоже это убрали все снесли часть деревьев оставили вот такая вот красота делается тоже опять же деревья подносили вот тут стояли стелы посвященные городам героям погибшим героям но потом решили что это все надо перенести в крепость там оставить мемориал а здесь просто сделать уютный город ну может быть это и правильно не знаю не буду говорить по-разному можно оценивать одни говорят действительно приезжаешь брест как на братскую могилу стоят эти вот фотографии погибших героев не берусь осуждать или обсуждать так есть и все а вот этот новый район тоже было такое вот все старое какие-то непонятные предприятия закрытые разваливающиеся падающие а тут вот все это про снесли расчистили не я поражаюсь люди я просто поражаюсь как сколько труда вложили вот эти инвесторы которые сказала было денег чтобы это построить понимаете но сделали 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 все красиво и новый район и многоквартирные дома красиво сделанный постепенно они вот обустраиваются видите уже древца поднялись еще пройдет пару лет и будет вообще красиво вот после дома видите то есть делается везде стояночки вот совершенно свежие дома вот недавно и построили там по моему еще строится точно не помню да кажется там еще 1 2 2 а там дальше за ним идет уже музей железнодорожной техники вот такой хороший район уютный между двумя улицами улице гоголя и улице проспекта машерова так вот красивенько у нас новом районе в новом старом районе это центре города вот рационально использовали площади те предприятия которые не нужны были сто лет городу уже они их или смесли перепрофилировали или отреставрировали ну вот здесь построен новый жилой комплекс мне кажется нормально всякую чем не нравится специально иду думаю вам покажу ну вот такая вот красота сейчас мы пойдем с вами на улицу гоголя а на контрасте показываю старые здания на которых до которых чем дошли руки какие-то производственные помещения но вот их еще не знаю будут использовать не будут используя часть разобрали видите а вот там чуть дальше сразу же шикарный уголок города видеть новыми новый район здесь по моему находится размещен строительный рынок это в на улице гоголя здрасте да я блогер я снимаю видишь прогулки по бресту видишь какие у меня двести четыре тысячи а вот ребят сколько ой коллегу встретил смотрите ребят а как тебе зовут как называться твой канал как как еще вау вот смотрите ребята крутая блогерша из бреста а как тебя зовут тебя как за валерия так и я же валерий мы с тобой тезки да ну ты валерия а я валерий значит тезки да и я одну неделю меня уже называть нет конечно потому что же мужчина за было приятно с тобой пообщаться на скакалками спрыгать ну попрыгать для публики давай ладно ой видите какой меня сразу получился кадр шикарный крутая блогерша 250 тысяч подписчиков которые умеют прыгать на скакалки вот так вот видите ребят а вот и быстрее еще можешь да понятно встретил блогершу которая круче меня ребят меня 204 тысячи подписчиков они и 250 представляете а чего ты так не снимаешь старая уже да уже старая не хочет снимать вообще не пусть надоело да ты собралась на пенсию на пенсию собралась да нет еще рано на пенсию ясненько ну все легко спасибо пойду дальше снимать зайка хорошо было приятно с тобой пошли рассказывай пошли от меня появился еще один комментатор лера крутой блогер 250 тысяч подписчиков ну рассказывай что это за район давай ну да это там да вот это мы выходим будем выходить на улицу гоголя дали а ясненько ну тогда я пойду на гоголя а ты домой давай домой может быть родители ждут правильно а я еще покажу и расскажу про брест смотри какая красота смотри какая красота школе учишься а в девятый третий класс ух ты это ты уже взрослый почти да ой смотрите сейчас покажу деревья эти вот смотрите какая красота вот обожаю снимать вот эти деревья именно осенью супер правда это моя попутчица которая хочет со мной просить вот видите но и нельзя на гоголя родители не пускают далее не ходи раз родители не пустили значит не ходить нельзя а я же школу не иду я иду прогуляться все девочка давай зайка буду снимать хорошо все спасибо большое до свидания ну вот такая мне казалось попутчица у которой 250 тысяч подписчиков на которой же надоело снимать вот которая уже решила что надо заканчивать третий класс посмеялись так что бресте смотрите дети талантливые но я то вообще тут цены мне нету это я иду мимо строительного рынка и выхожу на улицу гоголя точнее по территории рынка я иду снимаю прогулку вон девушка красивые идут по брестам вот люди люди тоже гуляют по брестам не я один гуляю ну вот мы с нами вышли на улицу гоголя это практически начало этой улицы шикарный уголок тут рядом музыкальный колледж носите как красиво тоже вот здесь вот дальше вот там где светло да там тоже были вот эти вот свалки какие-то еще кто-то какие-то склады сквозного проезда к свободно проезда крепости не было а сейчас смотрите какую шикарную дорогу сделали вот видите как классно вот здесь какое-то стояло предприятие давным-давно лет 30 назад а может и 40 заброшенное его тоже разобрали что-то очень быстро в течение месяца его разобрали и построили вот такой жилой комплекс видите вот такая красота у нас тут еще то есть ткани еще что-то и вот визитная карточка улицы гоголя это деревья где-то там где старая часть она сразу видно потому что деревья шла аллейка центре в центре улицы по которой можно было гулять а вот где новая там как бы уже вот по-другому сделано в современном стиле там деревья уже между двумя проезжим частями не стоят видите вот там вот выход один из выходов крепость то есть можно гуляя по гоголя прийти крепость много выхода в крепости красота короче вот я видите все что хотел вам рассказал почти все показал там дальше областная прокуратура новое здание построили на месте тоже опять же свалка было там раньше нам туда неинтересно идти вот я просто покажу вам новое здание вот такая красота сейчас перейдем на внутреннюю аллейку немножко пройдемся этот спортзал школьный стадион школьный там спорткомплекс очень хорошее кафе там лево мне нравится очень хорошо и вкусно готовит и вот такие большие тут-то полях шикарные видите а вот так улица гоголя выглядела но многие годы может быть были другие скамейки другие дома вокруг но выглядела она всегда вот так то есть посмотрите как приятно здесь просто идти гулять а если молодому человеку пригласить девушку то это вообще шикарно и кажется что в мире покоя нигде не бушуют никакие революции никто не бастует никто ни с кем не воюет вот это вот ощущение мира и покоя вызывает прогулка по вот такой вот такое ощущение мира и покоя мне что выключается камера не могу понять надо где-то настроить там может быть посмотреть на стройках вызывает вот это вот аллейка это по улице гоголя практически самого начала мы по ней идем вот она вот так вот выглядит люди гуляют там дальше стадион какая-то музыка сегодня воскресенье может быть может быть будет какой-то матч поэтому там вот так вот это вот были сколько когда-то какие-то гаражи сейчас сделали здесь я уже вам показывал с другой стороны рынок материалов прогулки по бресту снимаю и показываю людям и хвастаюсь я уже всем горю своим городом вы все смотрят правда вот это лучше чем что-то ой вообще очаровательный город правда ну да это это не отнять бывает такое я там право прошелся по советской вы знаете ну как то так вот ну не комфортно совершенно хотя раньше было очень хорошо сейчас как-то вот да 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 а сейчас действительно вот есть такое дело там и милиции эти протестующие а вас прямо под окнами да ну я на карбышу я как бы у меня спокойный район там а да 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 и все и шарм ушел ахахахаха добренько было приятно вот смотрите в школе это девятая школа первая гимназия сейчас вот так красиво у них во дворе элитная всегда была школа и гимназия классно ой то есть извините ребята девятая школа я ошибся вот красота какая ну я думаю на такой положительной ноте мы закончим нашу прогулку по бресту а я благодарен всем кто был с нами у кого хватило терпения посмотреть поверьте мне наш город очень красиво приезжайте не пожалеете во всяком случае положительные эмоции вы получите это сто процентов сто процентов получите положительные эмоции ну и не забывайте подписываться на мой канал чтобы видеть дальше наши прогулки по бресту канал называется валерий малинок он в открытом доступе я готов снимать для вас еще массу интересных вещей лишь бы только вы смотрели до свидания друзья но уже совсем хотел было закончить прогулку по бресту а тут и ду мимо спросил у гаишникам грит играет блеска команда рух и команда ислась вот и я там немножко прозевал не успел снять речевки болельщиков но видите мало болельщиков потому что таки пандемия ну вот матч идет продолжается он больше вот смотрите ребята там я это удастся покажу вам вот там они сидят если наяривают там у них видите как классно классно да левониху играют а люди играют в футбол вот это брест воскресный всегда проводятся матчи футбольных когда позволяют погодные условия и не закончен еще сезон сейчас подойду поближе может там что-то еще пас поснимаю мне больше всего интересуют болельщики ну вот ребята играют я так ну гол нет гола не было хоть и мало болельщиков но болеют хорошо но шикарные болельщики такие вообще креативные не знаю как другие наши интересные я просто снимаю как люди непосредственно болеют за родную команду не знаю как за какой они болеют то что ли заисло что ли за рук но болеют классно но народу я повторяю мало потому что пандемия поэтому ребята вот как-то так вот здоровый образ жизни дают оторваться болельщики специально остановился чтобы снять для вас как болеют просто посмотрите как какая чудесная установка на стадионе и как люди болеют за своей командой супер ведь на книг там аккордеон барабан еще наверно что-то вот они там болеют и подсказывают футболистам что им делать что-то вот